Привет друзья, вы на канале Сурвагер и это Project Zomboid. А это Иван Петрович, весь такой окровавленный, весь такой брутальный. В прошлой серии пролетал вертолет и нагнал немного зомби и, как вы слышите, за пределами базы кто-то урчит. Изначально Иван Петрович планировал провести этот день на базе, читая книги, но потом подумал, что это не самый эффективный способ провести этот день, так как электричество или воду могут выключить с дня на день. А потому первое, что стоило бы сделать, это, наверное, забаррикадировать первый этаж, пока нет нормальной постоянной базы и для этого понадобятся доски. Но перед тем, как это сделать, нужно, наверное, зачистить зону вокруг базы, чтобы зомби не мешали заниматься делами. А потому Иван Петрович вначале решил пойти набрать водички, потому что уже начала мучить жажда, и потом уже двинуться, разбираться с зомбаками. Так, набираем водички. Набираем водички раз и набираем водички два. Помоемся мы потом. Ну и на картах выдвигаемся на зачистку. Так, я, наверное, выйду отсюда. Вот так вот. Закрывай. И погнали разбираться с зомбаками. Вот здесь у нас есть ребятки уже, которые ждут своей участи. А чё ты... А, тебя двигали? Я думал, ты чё-то разучился ходить. Ох, сколько вас. Слушай. Ничего себе. Ладно. И кто-то там уже заходит в спину. Мне это не нравится. Давай-ка собираемся все в кучку, ребята. Собираемся все ребятки в кучку. И будем убирать как положено. Вот так вот. Так. У деда паника. У Ивана Петровича очень сильная паника. Но это не мешает ему расправляться с зомби просто на раз. Потому что у него в руках легендарная мачете. Ёперный балет. Дед чуть не обосрался. Ну, и такое тоже бывает. Дед всё-таки человек, и обосраться это вполне по-человечески. Так, там сзади ещё кто-то ходит, и нужно контролировать спину. Вот так вот. Давай, подруга. А ну-ка. А, ты упадёшь, да? Замечательно. А ты? И ты тоже упадёшь. Хорошо. Что у вас есть, ребята? Слушайте, я, наверное, возьму кроссовки и буду бегать в кроссовках. Потому что кроссовки это круто. Кроссовки не замедляют. Так, что ещё? Обезболивающее. Вот это хорошо. Вот это прям замечательно. Что ещё есть? Бандана какая-то красно-белая. Слушай, наверное, возьмём. Вдруг она покажется Иван Петровичу покрасивше. И часы электронные берём. Кроссовки белые тоже забираем. Там уже разберёмся, что будем носить. Так, что у нас здесь? Ещё часы. Ещё часы, браслет, цепочка. Это как-то не очень интересно. Что ещё? О, чокер. Я не знаю, что такое чокер. Его, по-моему, можно надеть, да? И что-то он даст. По-моему, можно нацепить с помощью чокера что-то ещё чокер. Чё-то вы чокерные какие-то. Кроссовки забираем. Кроссовки забираем. Так, что ещё? Так, часы забираем. Это мы всё будем разбирать, когда прочтём книгу по электронике. А сейчас... А сейчас нужно просто разбирать мебель. И забаррикадировать первый этаж, чтобы можно было безопасно ночью выходить со включённым светом за водичкой. И нормально так готовиться к постройке новой базы. А также готовиться к выходу за кувалдой. Опять же, кувалду мы ещё не нашли. Так, тут у нас ходят ещё зомби. Давай-ка с ними тоже разберёмся. Вот так вот. Так, тоже у тебя кроссовки. Кто-то ещё ходит. Где-то кто-то ещё ходит. Ну где же ты? Давай, выходи. Я слышал. Да, что ж ты будешь делать? Так, ну непонятно. Ладно, пока не накопилась усталость, я думаю, что стоит сходить в мотель и набрать простыней. Потому что окна-то мы позабиваем, но их нужно будет ещё закрыть простынями. Потому что досок, скорее всего, досок, скорее всего, не хватит на то, чтобы полностью забить окна, чтобы свет не проходил. Потому что пойдём за простынями. Так, а давай-ка ты не будешь здесь вот тусоваться на дороге. Мне вот ещё ездить. Пошли и будешь лежать где-то в кучке. В общем, вот где-то здесь. Вот так вот. Нож для выживания пойдёт. Длинные носки тоже забираем. И чёрные кроссовки. Слушай, я, наверное, вернусь. Оставлю все кроссовки на базе. Так, кроссовки я выставлю все здесь вот. Давай-ка. Чокер, чокер. Длинные носки. Кроссовки. Так, поставим их где-то здесь вот так вот. Чёрные кроссовки я бы, кстати, надел. Да, чёрные кроссовки я надену, но это потом. О, сколько у меня гостей. Так, вот давай-ка, наверное, кроссовки вот эти вот надену. А ботинки просто сниму. Так. И ботинки поставим здесь. Всё. Вот так вот у меня. Нормально обуви. И пошли теперь. Подожди, подожди, подожди. Нужно ещё выложить часы, потому что зачем мне с собой таскать часы. Вот так вот. Всё, теперь идём в мотель. И наберём там простыней. А потом будем разбирать всю мебель на первом этаже и заколачивать окна. Такая вот временная мира. Надеюсь, мне пока меня тут не будет, окна не побьют. Так, а тут возле мотеля Иван Петровича уже ждала бригада недовольных жизнью жителей, которые что-то от него хотели. Так, вот так вот. Что у вас было, ребятки? Так, ничего полезного, ничего полезного. И ничего полезного. Ну, куртку можно было бы, конечно, забрать, но потом. Так, что тут? Тут тоже ничего полезного. Немного Иван Петрович разволновался, но потом пришёл в себя и решил всё-таки закончить начатое. Нужно было найти простыни. Так, тут окно закрыто почему-то. Это было очень странно. Давай-ка заходим сюда. Внутри мотеля было довольно тихо. Так, эта тумбочка была пуста. И вот на шкаф была последняя надежда. Да, шесть простыней. Это то, что было нужно. Всё, забрали простыни. Теперь выходим через окно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Нет, через окно мы не выйдем. Потому что... Подожди, а его можно взломать? Построить, повесить, разбить. Взломать нельзя. Прекрасно. Странно это всё. Ну да ладно. Слушай, и я, наверное, возьму вот это вот всё. Дверная петля. Слушай, это можно взять всё абсолютно. Хрен с ним, доска не помешает, дверная петля тоже не помешает. Всё, пусть небольшой перевес, но это не критично. Так, что у нас тут? Арбалетные болты, ты посмотри, что творится. Арбалетные болты, это круто. Правда, я уже давно не пользовался арбалетом. Надо бы возобновить практику и тренироваться с арбалетом. Так, ну что. Сейчас начинаем разбирать мебель. Для этого понадобится, конечно же, пила. Так, что у меня там такого лишнего? Петли и прочее. Этот хлам я скину где-то здесь вот. Пусть валяется здесь. Так, петли. Дверная ручка. И просто они тоже нужно скинуть. Пока что пусть лежат, наверное, здесь вот. Никому они тут не помешают. Ну что, теперь берем пилу и идем разбирать мебель. Так, пила. И погнали разбирать мебель. Начнем мы, наверное, с первого этажа. Разбираем вот эти вот стулья. И дальше уже будем заколачивать окна. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Покончив с баррикадированием, осталось только развесить простыни и закрыть шторы. И потом включить сверху, чтобы было комфортно все-таки посещать первый этаж. Итак, простыни, простыни, простыни у меня вот здесь вот. Давай, забирай. Мне там нужно, по-моему, четыре штуки, потому лишнее брать не буду. Давай-ка вот эти вот четыре штуки бери. И пойдем занавесим там окна. Все, теперь тут можно выживать спокойно. Можно подключать везде свет, и зомби тебя не заметят. Главное, не шуметь. А так, в целом, очень даже прилично и хорошо все выглядит. Так, тут тоже свет включаем. И теперь можно даже помыться полностью. Помыть всю одежду. Покончив с водными процедурами, Иван Петрович решил, что куда-то выдвигаться в какие-то гаражи уже поздно, и можно просто закончить этот день, читая книги. Потому он задвинул стол, и нужно было все-таки навести порядок с книгами. Порядок заключался в следующем. Нужно было поставить возле стола одну сумку, в которой можно было бы сложить все книги, которые нужно читать в первую очередь. Поставим книгу, то есть не книгу, вот эту сумку вот сюда, вот и туда сложим все книги, которые нужно читать. Итак, у нас есть кулинария, том 1, фермерство. Это все нужно читать. На столе их держать не будем. В первую очередь нужно читать, конечно же, электронику и автомеханику. Так, скидываем в сумку все, что у нас есть по книгам. И потом повторы просто уберем. И теперь просто садимся и читаем книги по электронике. Давай-ка читать. Почитаем мы книги где-то до 11, потом послушаем прогноз погоды, что там нас ждет на следующий день. Будет ли нормальная погода. Ожидаются ли прилеты вертолетов, самолетов и прочего. И все-таки направимся в гаражи. Так, посчитав до 11, Иван Петрович решил все-таки сразу же послушать погоду. Что там нам говорят. А погоду мы, скорее всего, пропустили. Ну ладно. Послушаем утром, значит. Так. Ну раз у нас уже все со светом нормально, то можно, наверное, включить основной свет. Теперь осталось только поесть и лечь спать. Что у нас есть из того, чтобы поесть? Кстати, надо бы, наверное, мяско выложить в морозилку. Потому что здесь его хранить, ну, опасно. Оно портится. Так или иначе, оно портится. А в морозилке оно портится гораздо медленнее. Так, едим. Едим полностью фруктовый салат. И, наверное, стоит сделать еще один на утро. Так, поели. Хорошо. Давай-ка сделаем еще один фруктовый салат. Миска фруктового салата. Поехали. Вот так вот. Миска салата готова. И она позволит утолить довольно много голода. Ну что, просто ложимся теперь спать. Будильник Иван Петрович ставить не будет, потому что нужно выспаться. Иначе где-то посреди дня опять захотеть спать это не очень хорошо будет. Все, ложимся спать. Вроде бы мы защищены. Хотя нет, подожди. Нужно закрыть, задвинуть стол обратно, потому что мало ли что произойдет за ночь. А вдруг зомби выломают нашу защиту и проберутся к нам и попробуют укусить. Лучше не рисковать. Все, ложимся спать. Надеюсь, при свете спать будет нормально. Проснувшись без 20.12, Иван Петрович включил сразу же радио. И стал ждать прогноз погоды. А пока можно было бы, наверное, немножко перекусить. Пока там будет ждаться прогноз погоды. Так, фруктовый салат. Едим половину. Этого, я думаю, хватит. А остальную половину закинем, наверное, в тачку. В нашу рабочую тачку, с которой мы уже пойдем обыскивать наши гаражи. Чтобы было что поесть в пути. Также нужно сюда переложить, наверное, и сухой завтрак. И что-то еще. Доска. В инвентаре лежит доска, которая совсем не нужна. Давай-ка доску выложим. Вот сюда, вот на пол. Так, все. Лишнего в инвентаре ничего нету. Кроме пилы. Пилу так-то нужно скинуть. Зачем мне пила в инвентаре? Так, пила у меня, нахуй, должна быть здесь. Вот, давай-ка. Вот сюда. Там уже погода говорится. Т-3, средняя температура, минус 4, максимально минус 9. Небольшой ветер с северо-запада, скорость ветра 31, небо ясное. Завтра средняя температура. Ну, то, что завтра будет, меня совершенно не интересует. Мне главное сейчас узнать, будет ли воздушная активность. То есть, будут ли вертолеты и самолеты сегодня летать. И в итоге... И в итоге про вертолеты и самолеты ничего не сообщается. А это значит, что можно спокойно выдвигаться в гаражи. Ну, что же. Тачка у нас готова. Нужно будет набрать водички. Дальше антидепрессанты скидываем в рюкзачок. Бета-блокаторы тоже. Хотя, бета-блокаторы пусть будут под рукой. Что еще? Мачете уже наполовину испорченная. Но не то, чтобы прям совсем все с ней плохо. Ну, что. В целом, Иван Петрович готов. Убираем стол и выдвигаемся к гаражам. Попутно зайдем, наберем, конечно же, водички. Ну что, поехали. Вроде бы на улице было спокойно. И погодка благоволила. Единственное, что, конечно же, портило впечатление. Это лежащие в округе зомби и летающие над ними мухи. Температуру минус 3,5 градуса по Цельсию. Это было странно. Но на это мы обращать внимание не будем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok